playstation ну как вы знаете недавно относительно недавно менял тут термопасту потому что он сильно сильно шумел сейчас какое-то время все было нормально опять начинает шуметь но я вижу полный пыли его надо пропылесосить все щели откуда должен воздух забирать они забиты и поможет нам в этом пылесос дайсон так все везде забивается пыль хотим мы этого или нет он стоял вот там у меня внутри в принципе да все равно пыль попадает вот у меня раньше он стоял стоя просто потом положил его туда но у меня сейчас столько игр появилось что вот он у меня посерединке стоял с обоих сторон пирамиды такие игр и они в принципе по бокам не дают достаточного воздуха а воздух что собирается он там довольно горячий вот тут вот я сейчас начал диски вытаскивать диски все такие горячие что караул но само собой отсюда дует горячий воздух он должен где-то его забирать и получается забирать прохладный воздух негде он берет обратно этот горячий из-за этого он начинает сильно нагреваться и сильно шуметь конструктивности вот этого playstation к сожалению не совсем удачная в плане охлаждения я разбирал уже этот playstation на канале были видео там внутри с этот вентилятор и он к сожалению отсюда никак почистить вы им мы его не сможем надо полностью разбирать playstation тогда мы получаем доступ к этому вентилятору и там вот специальный радиатор и он полностью забит пылью был вот у этого он перегревался настолько он не давал охладиться то есть вентилятор работал можно сказать впустую потому что все забито все каналы забиваются пылью и сам процессор уже не остывает не поэтому постоянно орет как резанный вот мои игры которые коллекция растет последнюю я прошел вот эту игры которые еще не открывал resident evil 20 евро какой-то дивизион 20 евро это не знаю игру я просто покупаю без названия вообще не знаю ничего какие-то знаю какие-то нет 10 евро вообще стоило doom вот это классная игра была первая часть у меня ее прошел надеюсь это будет не менее интересно так far cry какие-то части у меня были пройдены этот последняя игра была уже накопилось не добавился накопилось к и в игры который еще не играл 367 игр можно будет поиграть после всех манипуляций с чисткой пылесосом нашего playstation 4 все чудо произошло мы больше вообще не слышим его не хватало места не хватало воздуха циркуляции вот он здесь у меня стоял с обеих сторон был закрыт вот этими дисками и поэтому как бы в этом ящике образовывался большому температуру он нагревался все горячая воздух не циркулирует он сам постоянно захватывает горячий воздух из-за этого он и грелся и соответственно вентилятор работал практически всегда на максимальных оборотах все загрузил установил давайте посмотрим на каком языке для меня вообще всегда самое главное на каком на каком языке игра даже покупая игру в финляндии вообще неизвестно кота кота в мешке покупая сожалению титры и сама игра только на английском языке в меню то я все понимаю вот эти задания что написано и вообще не для меня ладно все в принципе логично как во всех играх олень какой-то там не знает это наш рабочий компьютер с юлей то есть практически все видео кроме ее beauty видео делаются все на этом монтируются на компьютере такая решеточка и видно что она на магнитиках и тут все вентиляторы у нас были сейчас это пропылесосим это я уже пылесосил крышку поэтому она уже более-менее было просто ужас другое дело все пропылесосили помыли вставляем обратно вот так он такой на магнитик снизу такой зажимчик идет и тоже два магнитика все с передом разобрались такая тяжеленная крышка с шумоизоляцией щелк щелк все на все против принципе все чисто вставляем обратно взял и этот корпус потому что у него просто куча места для жестких дисков у нас на данный момент стоит этих дисков очень много по моему суммарно что-то там четыре пять шесть жестких дисков стоит сейчас все друзья вот вам краткий обзорчик нашего компьютера кстати уже думаю менять этот по наследству пойдет с андеру играть в игры но он на данный момент многие игры будут еще тянуть недолго наверное еще пару лет и но будет хочу собрать уже поновее помощнее стартовый пакет умного дома так сказать языке и там несколько вариантов вот наш вариант с одной с двумя большими лампочками одним выключателем и базой скажем так и блок питания батареечка для наверное выключателя пульта вот и есть отдельно такой комплект выключатель с лампочкой мощной до 1000 луменов то есть это 11 ватт и это у нас на 70 сколько-то там ватт они 72 ватта равняется вот сейчас мы скачаем приложу q то есть для главной материнской от этой базы я так понимаю нам надо будет в google скачать приложение от икея и тогда все это установим меня тогда вам попытаюсь показать объяснить как все это работает и насколько это нужная или ненужная вещь довольно тяжелые увесистые лампочки короче внутри мы видим разъем под мини юсби и для интернета вот провод для интернета то есть которую мы подключаем в розетку с интернетом если у нас есть и второй блок питания у нас юсби и мини юсби вот такой выключатель он у нас на магнитике то есть эту штукенцию мы можем прикрепить к стенке или на болтике или в комплекте идет вот такой двухсторонний скотч часть выключает центральная тогда ярче меньше и это я так понимаю оттенок от желтого более к белому саму базу я подключил к модему и два провода один модем другой идет в блок питания все друзья теперь сейчас осталось скачать приложение и посмотрим вкрутить лампочку и посмотрим как все это будет сейчас работать в google play или в appstore и и выбрать приложение икеа home smart все это можно повесить на стенку и в этой инструкции тут нарисовано что куда и как подключить какие провода но тут в принципе то всего два провода нет не ошибетесь мы включаем выключаем и можем менять цвет допустим более желтый такой дневной цвет и такой более синеватый мне больше все такое нравится а этой мы можем уменьшить яркость либо увеличить выключатель с лампочки сопряжен уже завода в принципе нам ничего подключать не надо я подключал потому что у меня на один выключатель две лампочки шло вот я захотел обе подключить к одному выключатель очень удобно детям к примеру и мили у нас ужасно боится ночью ходить в коридоре когда свет выключена так она в комнате когда хочет идти там в туалет или попить просто включает свет пунктом и спокойно идет комплект две лампочки выключателя док-станция стоила на 59 и просто выключатель с лампочкой 19 можно отдельно еще купить лампочки там тоже есть короче в разновидности всякие есть можно просто купить выключатель с лампочками и не запариваться с умным домом так сказать ну а если вы хотите всякие удобства дополнительные ну за это придется заплатить давайте перейдем теперь непосредственно же к самому приложению называется на икеа home smart вот так она выглядит сразу хочу сказать все это будет подключаться и работать только при включенном и подключенном вай-фай нашей домашней сети так скажем все вот мы включаем запускаем приложение тут мы видим что у нас подключено 5 устройств также тут можно как вы видите всякие осветительные другие приборы всякие колонки умные светильники с колонками и т.д. и т.п. и всякие выключатели переключатели но много на самом деле что у них уже есть у меня на данный момент подключены 5 устройств то есть два вот таких выключателя и три лампочки ну кстати вот наша спальня гостевая коридор лампа и пульт коридор и теперь давайте друзья посмотрим для чего вообще нужен и полезен этот умный дом я расскажу для чего нужен он был мне дети часто забывают выключить свет дома уходят в школу и свет просто так горит я думал зайду через приложение посмотрю какие работают какие не работают и могу все выключить но увы этим приложением можно работать и пользоваться только когда мы подключены через вай-фай к нашей домашней сети то есть к док станции которая подключена дома все чем удобно и полезно вот это приложение и док станции для меня я пользуюсь конкретно функции светло темно то есть я завожу будильник в пять сорок пять у меня включается свет я могу выбрать во сколько он у меня включится во сколько у меня выключится в какой день недели могу выбрать что конкретно какая лампа будет допустим включаться плюс я могу выбрать яркость какая какой свет будет интенсивности и все это сохранить то есть тут все можно настроить это основная функция которую я пользуюсь есть также вот еще проснись и пой но это скорее всего функция для тех кто уже медленно любит вставать нерезко постепенно тут мы можем задать время во сколько включится свет но это работает немножко не так то есть если мы хотим чтобы в 12 включился свет значит он включится уже в 11 30 самый минимальный свет будет и он будет нарастать и в 12 часам он достигнет пика то есть я самая яркость у него будет 12 вот так вот будет работать проснись и пой функция функция не дома я ни разу не пользовался скажу честно я не знаю как она работает что это вообще такое вы не дома настройте светильники жалюзи чтобы они работали так как будто вы дома что это значит я не знаю возможно это от каких-то воров все это рассчитано не знаю вот друзья основные три функции пользуюсь я одной вне дома к сожалению пользоваться приложением мы не сможем и это большой минус второй минус вот сейчас у меня включена лампочка такие вкручена я могу управлять пультом также друзья я могу управлять обычным выключателем то есть все работает что так что так но минус в чем если я выключаю свет выключателем пульт больше не работает он будет работать только в том случае если мы выключаем и включаем именно этим выключателем а если мы выключаем обычным он работать не будет вот такая вот у него еще хитрость и минус показал я вам такой мини обзорчик вот этого умного дома приложения и как все это работает кому это надо покупайте кому не надо а можете выбрать просто выключатель с лампочкой что это тоже очень удобно и очень полезно очень пригодится я думаю все друзья на этом всем кому такой вот мини обзорчик был полезен ставим пальцы вверх подписывайтесь на канал всем удачи не болейте до новых встреч пока пока удачи